Вопиющий инцидент произошел в цветочном магазине по улице Рыскулова. Трое мужчин напали на сотрудника. Директор цветочного магазина утверждает, злоумышленники были в алкогольном опьянении и нецентурно выражались. После угроз физической расправы они вынесли из магазина большой букет цветов. Видео с участниками инцидента опубликовали в инстаграм-аккаунте цветочного магазина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа мужчин в нетрезвом состоянии вошли в лавку. Следом один из них выхватил ножницы со стола и стал угрожать флористу. От нанесения увечья его отговорили друзья. Чуть позже один из дебоширов справил нужду прямо на крыльце магазина. Так пишет директор цветочного магазина. Узнать подробности инцидента у владелицы магазина журналистам не удалось. Руководство на момент съемки на месте не оказалось. Подробности хозяйка магазина осветила в соцсетях. Женщина обратилась с заявлением в полицию, после чего к ней стали поступать звонки с угрозами и требованием удалить видео. В некоторых пабликах также появилась информация, что один из дебоширов является сыном прокурора. В департаменте полиции сообщили, что в цветочном магазине было два факта нападения на флориста. Но они между собой не связаны. Первый скандал в магазине произошел 8 мая. Второй – 8 августа. Стража порядка также утверждает, что директор цветочного магазина заявлений не писала. Якобы правоохранители выявили все в ходе мониторинга социальных сетей. Тем не менее, полицейские завели дело по административной статье – мелкое хулиганство. Одного из агрессивных мужчин по становлению суда арестовали на 7 суток. О судьбе остальных злоумышленников история умалчивает. В одном случае, как на видео изображено, что мужчина в белой футболке берет со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. Данный факт произошел 8 августа, а заявление не поступало. Право нарушения было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Полицейские установили хулиганы, доставив Туранское управление полиции. Им оказался уроженец Туркестанской области, 1990 года рождения. Проживает в Шанкенте. На втором виде уже другой гражданин, 1989 года рождения. Мужчина 8 мая текущего года, оскорбив флориста, забрал из магазина букет цветов. На пульт 102 Туранского района управления полиции поступил вызов от скандали. На место прибыли участковые инспекторы. Однако владелец магазина, местный житель в ходе разбирательства, объяснил, что претензий никому не имеет и отказался от заявлений. А это один из героев скандального видео. Тот самый, который угрожал расправой флористу. Опустив глаза, он приносит извинения. По словам вчерашнего агрессора, он никакого отношения к прокуратуре не имеет. Мужчина 9 мая текущего года, он приносит извинения. Скандал прокомментировали и в надзорном ведомстве Шамкента. Ни один из злоумышленников отношения к органам прокуратуры не имеет. В родственных связях с сотрудниками не состоит.